привет в этом видео вы увидите как делать заставки превьюшки так называемые когда вы загружаете игру появляется видео надписи логотипы то есть иногда появляется изображение которых написаны какие-то текста в принципе давайте я вам покажу как я бы сделал это так загружаем наше основное меню сейчас пока у нас все окна как мы и настраивали они стоят давайте во первых создадим новое окно это у нас будет оверлэй также кинем только на основание на canvas панель чтобы мы ее потом не потеряли сразу включим из в рейбл чтобы мы могли его выключать и включать будущее и давайте обзовем его так это у нас инфра пусть будет intro оверлэй и давайте закинем туда изображение изображение растянем его на полную на полный экран подадим значение все нули так это мы оверлэй настроили и также изображение на полную ширину но кстати можно еще подать сюда бордер так и выставить его поверх изображения то скажем точнее внизу изображения бордера мы подадим цвет черный но это для того чтобы если у нас допустим дубликат сделаю да вот два изображения и при их смене всегда было черное изображение на заднем фоне так я закинул несколько картинок вот у нас первое и вот у нас второе сейчас мы это это оверлэй так в самом начале настройках вот здесь отключим точнее включим так что нам необходимо во первых нам надо основное меню которое мы всегда загружали первым теперь отключить далее давайте переключим это на вторую позицию создадим третью позицию это у нас на будущее пока не смотрите на это я вам позже объясню что это отключает и мы отключаем все изображения кроме нашего которое мы только что создали интро оверлэй и давайте для того чтобы мы не писали блупринты создадим для него анимацию если быть как корректнее да для так напишем аним интро теперь мы добавляем изображение сюда это которое было первое сюда же сразу добавляя второе изображение и на них выставлять будем трансформ а у трансформа есть хотя нет зачем трансформ давайте выставим опасити пусть будет такое у нас смещение так скажем открываем опасити далее мы у второго изображения давайте сразу это у нас image просто название вот оно да пишем 0 в самом начале 0 у нас всегда будет у него ставим позицию окей так давайте выставим это ну пусть будет в районе двух секунд скорее всего давайте трех двух ну ладно двух выставим единицу значения так не давайте все таки в трех просто переставим и сюда вот на три так это у нас единица то есть видите у нас идет смена изображения ну по сути можно было второе не добавлять ну как как вариант то есть мы просто первое практически закрываем вторым все это можно тогда удалить но в течение трех секунд это будет происходить можно даже больше 4 достаточно далее мы заходим сюда и пропишем так во первых нам нужно достать анимацию наша анимация это так аним интро пишем play animation подключаем сюда значение стартаем ничего не меняем движение вперед все отлично скорость пусть будет такая если необходимо можем подать сюда звук какой-нибудь давайте я звук добавил тоже play sound 2d вот так подключаем наш звук вот такого вида вот его сюда выставим громкость давайте 0,7 или 0,6 тут уже регулировка под ваши звуки далее мы уже нажимаем по сути так это сдвигаем давайте еще одну добавим это вот сюда перекинем и все наверх повесим потому что слишком мало места так теперь повыше теперь мы подсоединяем в общем по сути в течение трех секунд у нас производится анимация изображения смены со звуком и далее мы получается давайте покажем какое-нибудь видео так как у нас анимация длится в районе четырех секунд делаем delay 4 секунды после нее мы так должны создать вообще так intro overlay давайте сделаем дубликат просто и обзовем его видео overlay так здесь мы удаляем одно изображение второе мы оставляем здесь мы эту штуку стираем пока так и давайте сделаем что мы закинем сюда видео но для этого нам необходимо в основном меню точнее в основной папке контент создать новую папочку movies именно movies то есть в конце с нужно быть сохранить теперь через браузер точнее через проводник обычный стандартный мы должны зайти в папочку где находится у нас проект сейчас секунду так вот все нашел теперь заходим в эту папочку которую мы только что создали movies и закидываем сюда как раз таки самые видосики которые необходимо поставить загрузку ну или либо один да в данном случае мы поставим один но второй вам я покажу чуть позже да куда пока в принципе сворачиваем теперь мы закинули movies да и мы должны и импортировать соответственно то что мы создаем так это как раз таки тот видосик который нам необходим давайте возьмем первый так нажимаем открыть и у нас вот создается файл media source далее мы из этого файла media source по сути будем получать наше изображение обязательно в эту папочку должны лежать оригиналы то есть mp4 файлы да и он у нас потом когда мы вот сейчас сделаем сохранение в этой папочке создать вот как раз таки ассет этого же файла но просто обычное строковое состояние иначе если этих файлов здесь не будет именно в этой папке то они не закомпилируются они не будут у вас показывать теперь мы создаем а медиаплеер нажимаем галочку видео аутпут медиатекстур ассет окей называем давайте movie 01 это получается медиаплеер mp так и создадим при создании этого он создает медиатекстуру если мы зайдем в плеер выберем наше видео и вот то есть она проигрывается по сути да ставим паузу сохраняем можно пока не закрывать может быть пригодится и далее из медиатекстуры нажимаем правый клавишу и создаем материал переименовывать его не будем в принципе все нормально заходим внутрь и здесь нам надо сменить будет вид материала в данном случае материал domains мы должны переключить на юзер интерфейс у нас связь пропала мы ее восстанавливаем на финал кавор все далее мы сохраняем можно закрывать материал и теперь мы заходим снова виджет так как у нас материал уже выбран в данном случае да в виджете мы нажимаем наше имидж запускаем этот материал на это изображение ну как видите у нас видео встало но соответственно в том моменте в котором мы нажали паузу все переходим в граф теперь мы должны по сути показать наше так это у нас название видео оверлей делаем set visible так чуть-чуть покомпоную делаю visible далее мы можем так как вот эта штука у нас не воспроизводит звук который вы слышали да сюда отдельно надо подключать звуковую дорожку если у вас там есть какой-то звук то есть мы делаем play sound ну давайте какой-нибудь звук закинем сюда я в эту папочку прям кину это тот звук который производился воспроизводился на том видео я его отдельно файлом записал так и мы просто подключаем его громкость убавим до 0.6 пусть будет чтобы сильно не было громко ну и далее мы должны создать переменную крутим наверх нажимаем плюс variable и пишем нашу медиатекстуру ну или медиаплеер лучше будет в принципе название этой переменной не особо важно в типе мы прописываем типы переменной медиаплеер медиаплеер далее кидаем ее сюда и вытаскиваем open так open source подключаем и в медиасорс мы должны как раз таки выбрать тот файл медиасорс который нам необходим в данном случае это у нас первое из видео которое мы закинули так теперь у нас по сути видео по сути у нас видео запускается далее мы должны уже получается отключить так должны отключить где она у нас интро оверлей так это у нас set visibility ставим его на hidden мы скрываем наши изображения которые по сути сменились да мы можем их конечно отключить вот после делая давайте попробуем так и сделать вырезаем и вот сюда его поставим так далее мы уже ставим delay на то время которое у нас длится видео сейчас я посмотрю это у нас 4 секунды мое видео там 4 секунды длится получается что далее мы уже по сути возле этого всего то что у нас видео проигралось делаем скрытие нашего так где у нас видео оверлей делаем снова set visibility мы его скрываем и да и здесь можно по сути показывать дальнейшее это дальнейшее меню наше это у нас меню оверлей давайте копируем это и мы показываем меню после окончания нашего видео давайте проверим как это все у нас будет работать верно или корректно мы все отобразили закрыли так секунду это мы можем прикрыть теперь теперь нашей полностью сохраним на всякий случай теперь у нас проблема в том что видели да черный экран это все из-за того что у нас видео перекрывает наше изображение так так мы должны и сюда его тоже поставить в начале видео тоже должно быть скрыто давайте проверим еще раз так какая-то проблема с медиасорс сейчас посмотрим что у нас так что-то не читает медиаплеер так ой ну да я кстати забыл кое-что сделать давайте проверим во-первых нам нужно зайти вот сюда ссылочка должна совпадать да то есть папочки movies и имя файла должно правильно быть здесь должны мы открыть при кэш файл сделаем его это во-первых далее мы в принципе это можем сохранить закрыть на самом медиаплеере мы должны я забыл подать сам медиаплеер который мы создали вот сейчас compile save давайте проверять должен работать так давайте в отдельном окошечке ну и звук как видите да то есть изображение видео далее у нас работает полностью меню все отлично как таковых проблем в принципе и нету но смотрите есть такая вероятность что можете создать несколько видео да во-первых нам так как вот это то что мы создали да медиаплеер и так далее это у нас без звука и мы ее подаем отдельно это конечно не совсем приемлемо так закроем ошибки которые мы уже устранили это не совсем приемлемо так что мы можем сделать предварительный запуск да смотрите выбираем получается давайте еще раз импорт но уже второго видео чтобы вот такой же это файл появился и для второго видео сохраняем допустим вы хотите перед игрой запустить несколько интро видео для того чтобы это сделать мы можем зайти в project setting ну в принципе и вот сразу зайти в movies вот project movies смотрите ставим галочку white the for movies to complete и добавляем две штуки сюда в данном случае это у меня два видео файла выбираем выбираем в нашей папке movies первый видео файл и второй видео файл и если мы все корректно сделаем то ну у нас немножко преобразуется проблема так как мы их запускаем перед изображениями так так у нас нужно сделать delay это во-первых два видео которые идут в начале у меня в районе 9 секунд происходит сейчас секунду проверю так до 9 секунд то есть мы должны до показа изображения сделать допустим если вы поставили так же как я сначала вот так видосики потом изображение соответственно нужен delay давайте проверим так возможно при таком просмотре он не покажет видео возможно хотя нет показывает все отлично значит так но видите какие-то ошибочки полезли все почему потому что у нас мы должны не только здесь подать 9 секунд но и вот сюда прибавить 9 секунд в данном случае это у нас ожидание то есть до 13 секунд до показа вот этого видео проверяем так на второе видео надо прикаж тоже было поставить так окей подождите выключим запустим запустим так давайте при кэш включим для этого тоже но есть вероятность что он может не запуститься для этого можно попробовать стендалон game но проще будет компиляция сделать ну вот все стендалоне он запускает все как необходимо так вот белый экран это у нас что именно интересно показывает причем сколько там секунд так это вот второе да и у нас включилась меню соответственно ну здесь поиграть надо с дэлеем ну возможно в районе 7 секунд так а подождите мы должны дэлей поставить вот после выключения всех этих штуковин вот так иначе они у нас сначала работают это некорректно так и здесь у нас ну да и потом звук загрузка изображений вот все отлично да и здесь ну не совсем все отлично у нас что-то в обратную сторону пошло так ну в общем да как я правильно в принципе предполагал нам play animation надо чтобы давайте включим наш intro overlay добавим сюда image все таки так мы должны подать opacity opacity чтобы он сразу был прозрачным так видео выключим пока ну и где-то на середине допустим да так единица здесь 0 так нет здесь единица здесь наоборот 0 нет надо быть точнее даже вот так вот здесь уже 0 у этой верхнее изображение мы должны подать получается здесь у нас тоже 0 и здесь у нас уже единица я в общем запутался немножечко немножечко так проверяем так и да все и это до конца мы тянем так так нет здесь подаем 0 то есть мы у одной из у одного изображения мы делаем смену так 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 я в общем запутался какое изображение что у нас так это у нас второе image у нас второе соответственно 0 здесь у нас 0 здесь единица и до конца единиц здесь у нас 0 нет все здесь у нас единица также единица здесь мы должны перетекать все правильно все и в общем проверяем еще раз результат то есть здесь чисто корректировочка по времени запуска и у нас опять и снова все я понял сейчас еще надо и позицию изменить то есть это должно быть здесь это здесь и сейчас должно перетекание эти так и она у нас не особо то пишет как-то да ну в общем там получается что запара просто где-то в анимации резко сменяется так и бордер у нас почему-то просвечивает потому что не выставлен на полную вот все должна быть отлично в общем вы поняли как это делать надеюсь и до скорой встречи пока отлично до 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 Продолжение следует...